В Казанском федеральном продолжается цикл ночей науки. Это уникальный формат образовательных интенсивов, возможность стать студентом на одну ночь. Кто им пока не является и узнать жизнь КФУ изнутри. Состоявшаяся ночь науки посвящена 190-летнему юбилею одного из известнейших студентов Казанского университета, великого писателя Льва Толстого и государственному деятелю и поэту Гавриилу Державину. По словам ректора КФУ, название ночь в императорском объясняется тем, что именно в этом здании Казанского университета Лев Толстой обучался, будучи студентом. В главном здании, потому что именно в этом здании Лев Николаевич учился, будучи студентом еще Казанского университета. В то же время здесь обучался его большая семья, сестра и братья. Он переходил из одного факультета на другой. Гостей ночи в императорском поприветствовали вице-премьер, министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Мероприятие называется ночи в императорском. Тоже по одной простой причине, что мы хотели бы всем нашим гостям показать и наши друзей, которые в основном локализованы в этом здании, чтобы вы окунулись в аудиторию, где учился великий будущий писатель. Мы сегодня обсуждаем гуманитарные темы, и для этого тоже есть все основания. И опять-таки они связаны с нашим замечательным университетом, с его студентами, с его основателями. Почетным гостем ночи в императорском стал вице-президент Толстовского фонда в Нью-Йорке, проправных декабриста Сергея Волконского, родственник Льва Толстого по-волконским Андрей Кочубей. Большая семья Толстых живет за границей. Я узнал, что очень многие в Швеции, но многие в Америке. И они, конечно, были связаны с Александрой Львовной, которая имела настолько, настолько считалась важной, что она могла пойти в Белый дом и встретиться с Лузвудом и с Трумановым. В предактовом зале Казанского университета сотрудники Музея историков У подготовили к ночи в императорском выставку «Лицо счастья переменчиво», посвященную Льву Толстому. Все мы говорим о юбилее Льва Толстого. Юбилей – это тоже самое день рождения. Все мы радуемся дню рождения. Как радовались его родители, когда он появился на свет. И мы хотели бы рассказать о счастье, как понимал его Лев Николаевич, что говорили о счастье его героя. И мы постарались выбрать цитаты из произведений Толстого, его дневников, воспоминаний и проиллюстрировать их теми картинками, которые есть в книгах. Мы использовали издания 1912 года, мы использовали советскую литературу для того, чтобы поддержать высказывания Толстого и высказывания его героев. Работающие секции мероприятия были весьма зрелищными. Особо многим полюбился мастер-класс по историческим танцам перед балом. Что такое полонез, что такое контрданс, как танцуется мазурка замечательная, и какие бывают виды вальса. Это тоже все мы изучаем, реконструируем, немножечко истории даже добавляем и уже приводим в реальность. В программе проекта также заявлены традиционные умные развлечения для детей и взрослых игр, экскурсии, мастер-классы, квесты. Все желающие смогли узнать о быте русской и французских армий времен наполеоновских войн, побывать в музеях КФУ, выиграть призыв в различных интеллектуальных конкурсах. Адель Шабелова, Ленар Довлетиаров, Универньюз.